В Ненецкой тундре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Оленя. Первые торжества уже состоялись на западе региона в общинах кооператива «Канин». Объединение усилий для улучшения жизни в поселениях. Для участия в конкурсе проектах в рамках инициативного бюджетирования осталось две недели. Не бояться наказания. За семь месяцев текущего года в округе выявлено 175 нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии алкогольного опьянения. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. В Ненецкой тундре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Оленя. Первые торжества уже состоялись на западе региона в общинах кооператива «Канин». Во время праздника прошли традиционные национальные состязания среди оленеводов. Кроме того, впервые в истории округа женщины были удостоены профессионального звания «Почетная чумработница». Все подробности в следующем материале. Вместо фейерверка в небо Канинской тундры взмывают тензии. Этот жест знаменует начало торжеств в честь главного национального праздника ненцев. Уже через несколько минут здесь огласят имена первых в истории региона почетных чумработниц Ненецкого округа. Профессиональная награда под порядковым номером один присвоена Светлане Ануфриевой. Хранительницей тундрового очага кочевница работает почти полвека. Сразу после награждения чумработница отправляется к своему жилищу. Так называемая минутка слабости, когда можно полюбоваться на цветы, что в тундре безусловно редкость, и с гордостью рассмотреть нагрудный знак. В интервью Светлана признается, в молодости покинула очи чум и хотела остаться в городе. Но потом все равно вернулась. Когда я уехала в город, и мне вот во сне все снились олени. И я спросила у одной старушки, говорю, вот мне снятся олени. Она говорит, значит вы будете с оленями жить. Стирка, уборка и короче вот так все. Целый день суматохи в общем. Без чумработниц здесь, в стойбище, невозможно представить полноценную жизнь кочевников. Ведь женщины у ненцев не только стирают, готовят и убирают, но еще и шьют, носят воду и колят дрова. Одним словом, все хозяйство держится исключительно на хрупких плечах. А мужчины тем временем пасут оленей. Что, кстати, тоже непросто. В любую погоду, будь то дождь или пекло, метель или мороз, они один на один с тундрой. Но это в трудовые будни. День оленя для ненцев – тот редкий случай, когда можно встретиться с роднёй из соседней бригады, обменяться новостями и поупражняться в ловкости. Традиционно во время празднования Дня оленя в тундре выявляют лучших кочевников. Вот, например, здесь оленеводы соревнуются в меткости. Нужно закинуть тензей на хорей. Это, кстати, одна из дисциплин северного многоборья. А еще необходимый навык для оленеводов. Ведь именно тензеем, жесткой веревкой, кочевники собирают оленей на убой. Один из самых метких здесь – Алексей Чупров. В этих краях юноша родился и вырос. Потом уехал учиться, а два года назад вернулся на родной Канин. Есть возможность в город переехать, но я ближе, наверное, сюда все-таки. А почему? Ну, я здесь вырос, и здесь все-таки роднее, родная земля. Рядом с соревновательной площадкой по метанию тензея – прыжки через ненецкие санки-нарты. Еще один национальный вид спорта. Ух, у меня ноги не болят. В этой дисциплине Сергею Волучейскому нет равных. Через огромные сани он перепрыгнул 72 раза. Молодой кочевник уже во второй раз стал победителем. Нет, короче, сложного ничего. Надо как умение, короче, немножко попрыгал, дыхалка. Лучших чествуют аплодисментами, а в награду самым ловким, быстрым и метким – медали и бытовая техника. Теперь оленеводы будут наслаждаться последними теплыми деньками. Впереди у них тяжелый трудовой год. Оленеводческим бригадам предстоит пройти сотни километров бескрайней тундры, выпасти тысячи оленей и пережить еще одну суровую полярную зиму. Впрочем, для кочевников это самая главная награда. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телегинал «Север», Полуостров, Канин. У жителей Ненецкого округа осталось две недели для участия в конкурсе проектов в рамках инициативного бюджетирования. Заявки на конкурс проектов развития общественной инфраструктуры, муниципальных образований, основанных на местных инициативах, принимаются до 15 августа. Каждый проект может получить финансирование из окружного бюджета на сумму до 1 миллиона рублей. Как сообщили в департаменте по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого округа, конкурсные проекты по благоустройству готовятся в девяти муниципальных образованиях региона. На сегодня в департамент поступило четыре заявки из двух муниципалитетов округа. Продолжают разработку своих инициатив по благоустройству территорий жителей Канинского, Телевисочного, Приморско-Куйского, Хоседохарского, Малоземельского, Андикского сельсоветов, а также города Наринмара. В случае поддержки проектов большинством жителей администрации муниципалитетов выступят соискателями на получение субсидий из окружного бюджета для реализации общественно значимых инициатив. Мы предусматриваем, что за счет средств окружного бюджета будет финансироваться 89% от стоимости проекта. Собственно, 11% как минимум должно быть софинансирование у муниципальных образований, в том числе это могут быть средства граждан. Граждане могут не взять и деньгами участвовать в этом процессе, они могут участвовать причем личного вклада, это тоже предусматривается. Проекты могут быть в различных сферах, но в приоритете благоустройство территорий, озеленение дворов и площадей, уличное освещение, обустройство мусорных контейнеров, кладбищ, природоохранные мероприятия, утилизация отходов. В бюджете Ненинского округа на поддержку местных инициатив уже предусмотрено 5 миллионов рублей. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики Ненинского округа, сумма при необходимости будет увеличена. Заявки на участие в конкурсе принимаются департаментом до 15 августа. Выдавать гранты планируется в сентябре. Подробная информация о конкурсе и форме документов размещены на портале органов власти округа в разделе «Инициативное бюджетирование». Неуголовная ответственность, невысокие штрафы не останавливают водителей от повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции выявлено три водителя, которые сели за роль, будучи нетрезвыми. Данные граждане уже привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения. Но даже это их не останавливает. За последние два дня выявлено пять водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Два из них, у которых усматриваются признаки уголовной ответственности по статье 264.1. Один из них, по которому уже возбуждено уголовное дело, ведется проверка в соответствии с уголовным кодексом. И направлено сейчас второй материал, направлено в отношение этого же гражданина для привлечения к ответственности в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации. Нетрезвым водителям грозит штраф от 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение предусмотрено более суровое наказание. Штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет, а также лишение прав на три года. Однако не всех жителей региона это останавливает. За 7 месяцев текущего года за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения уже выявлено 30 нарушений, повлекших уголовную ответственность. Всего же с начала года инспекторы ГИБДД выявили 175 нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии алкогольного опьянения. Основная масса правонарушений аварийно опасные, влекущие за собой дорожно-транспортные происшествия. Конкурс красоты для приусадебных участков. Региональное отделение Союза пенсионеров России объявило о втором окружном смотре-конкурсе «Чистое подворье». Этнокультурный центр презентует новую выставку «Ко дню оленя», а юных жителей округа каждую среду ждет познавательная программа в рамках культурных каникул. Новые знания и яркие впечатления получили юные жители округа, которые накануне посетили этнокультурный центр. Для детей была организована познавательная программа, во время которой ребята научились здороваться на ненецком языке, ознакомиться с друг с другом и играть в национальные игры. Также дети посетили выставку, посвященную «Дню оленя». Алиса Литкова исполняет песню «Тучейка» на ненецком языке. Девочка не только хорошо владеет родным языком, но и знакома с культурой и бытом коренных народов Севера. Поэтому с удовольствием проводит для нас экскурсию и рассказывает о главном экспонате выставки «Северном олене». Ну это для красоты так. Чтобы было красиво. А вот это, чтобы поворачивать. Вот тут такое колечко специальное. Сюда палец и сюда вот. Так, если так делать, то вот тут у него зажимается и болит, а там нет. И он поворачивается в ту сторону. А видела сама оленя? Каталась? Да, я каталась на оленево пражке. А что оленя кушает? Олени едят такую специальную траву для них. Но есть маленькие оленята, они могут есть яблоки, морковки. Выставка «Олень – это жизнь», посвященная главному национальному празднику, открылась 1 августа и будет работать до середины сентября. Поэтому посетить ее смогут все желающие. На этой выставке можно увидеть все, что связано с оленем. Это чум, рядом с которым пасутся олени, да. И вот шкура оленя является покрышкой для чума. Одежда национальная, тучейки представлены, бубен, тензей тоже делается, да, он из шкурки оленя. Обувь национальная, куклы, изделия из рога здесь представлены. Многие экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. Например, девчонок больше всего заинтересовал чум. Выставка, посвященная Дню оленя, далеко не единственное мероприятие, которое проводит этнокультурный центр. В рамках познавательной акции «Культурные каникулы» сотрудники ЭКЦ организуют для юных жителей округа различные мастер-классы и народные игры. Каждый раз они посвящены новой теме. В День оленя дети не только узнали, как здороваться на ненецком языке, что в переводе на русский означают слова «ты» и «суекотя», но и весело провели время. После активных игр перешли к мастер-классу. Сегодня дети вырезали из бумаги оленей и собачек. Все эти фигурки ребята заберут домой в память о прекрасно проведенном времени, новых впечатлениях и знаниях. Впрочем, своими знаниями сотрудники этнокультурного центра готовы делиться с каждым. Сегодня, в праздник День оленя, особенно приятно проводить для детей такие ненецкие национальные игры. Так как у нас сейчас дети не совсем знают народные игры, не только ненецкие, но и других народов, поэтому мы знакомим. Они узнают игра Маленькова, игра Тепка. Они могут у нас надеть ненецкие костюмы, и мы можем рассказать про костюмы. Сегодня мы знакомились с ними на ненецком языке, здоровались, знакомились, узнавали какие-то слова, то есть новые слова для них. В рамках региональной акции «Культурные каникулы» этнокультурный центр Ненецкого округа каждую среду организуют для детей познавательную программу «Народная и границы». Следующее мероприятие пройдет 9 августа с 15 часов. Оно будет посвящено Дню коренных народов мира. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Конкурс красоты для приусадебных участков. Региональное отделение Союза пенсионеров России объявил о втором окружном смотре конкурса «Чистое подворье». В этом году оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах Ненецкого округа. В прошлом году в огородном состязании приняли участие более 200 жителей из разных населенных пунктов. Самому старшему конкурсанту из Каратайки было 84 года. С теми, кому предстоит сразиться за титул самой лучшей дворовой территории, пообщалась Любовь Пермякова. Тут, конечно, есть немножко из теплицы я покупала. Уход, конечно, ухода очень много. Лидия Некрасова показывает нам свое огородное царство. Для будущей конкурсантки «Чистого подворья» земельный участок по переулку Сахалинский – это не просто место жительства картошки, огурцов и помидор. Это еще и территория отдыха хозяйки дома и ее семьи. Для души отдыхаешь. Просто когда вот все цветет, такая красота. Я еще говорю ребятам, сделайте скамеечку, чтобы мы могли отдыхать. Еще все оборудуюсь потихонечку. Землю я, конечно, люблю. Ковыряться для меня – это болезнь, наверное, уже. Так мы выросли в своем частном доме. Всю жизнь с землей. И вот к этому тянет что-то садить, что-то выращивать. Родительский дом, про который рассказывает Лидия Егоровна, находится по соседству. Там живет ее родная сестра, а еще и конкурентка по конкурсу «Чистое подворье» Надежда Кычина. Вот картофель уже цветет, цветочки, калиндула цветет, циния, потом бархатцы растут. У меня в основном цветы вот эти, люблю цветы, калиндулы, бархатцы. Ну там подсолнух. Здесь выросли, здесь, на этой земле. Мама тут цветочки, это же родительский дом. Мама любила цветочки. И у нас продолжение рода, как говорится, любим все цветы выращивать. Надежда Кычина – садовод со стажем. На ее участке растет более 15 видов цветов и разных культур. Пока таким обилием растений не может похвастаться новичок огородного дела Валентина Таратина. Но женщина уверена, что уже на следующий год ее участок приобретет необычное дизайнерское решение. Цветовод начинающий. Года три, наверное, всего занимаюсь, потому что вышла только на пенсию первый год. И вот время свободное появилось. Но в этом году, конечно, все поздно. Все на месяц позднее, садили все на месяц позднее. И в конце 20-х числах июня садили. Все за погоду, да? Да, не за погоду, а паводок. Мы же затопляемое место. Несмотря на часто затопляемое место, участок Валентины Федоровны находится у реки Печора. И поздние сроки посадки, яркие цветы на огороде все-таки порадовали хозяйку. Это цветы дельфиниум. Это многолетник. В общем-то он неприхотливый. Кроме дельфиниума, на участке красуются васильки, акониты, пионы, лилии, мальва. Есть клубника, растет даже кедр. В общем, у Валентины Федоровны, как и у других жителей округа, цветет огород на зло всем законам природы. Именно такие участки скоро оценят в рамках второго окружного смотра конкурса «Чистое подворье». В прошлом году его границы расширили до регионального масштаба. Тогда участие в нем приняли 16 населенных пунктов. Верхняя, Нижняя Пеша, Волоковая, Хангурей, Великовисочная, Лапожская. Всего порядка 200 личных хозяйств. В этом году количество желающих продемонстрировать красоту своих хозяйств, по словам глав муниципалитетов, будет больше. Да, в чистом подводе у нас граждане будут участвовать обязательно. У нас любят заниматься и разведением цветов, и садить такие насаждения, которые приносят плоды. У нас люди каждый год украшают свои придомовые территории, особенно где частные дома. Это и какие-то изготовления украшением из подручного материала, то есть вот эти камеры, покрышки, вот эти все используются. Это какие-то клумбы, и особенно у нас хорошо, активно участвуют населения Нижней Пеши, Волоковой и Верхней Пеши. Конечно, красивые участки есть, есть что показать. Очень много цветов высаживают, ухаживают за своими придомовыми территориями. Этим летом оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах. Главным критерием оценки огородного состязания станет творческий подход к оформлению участка, урожайность, наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн и состояние фасада. Итоги будут подведены в середине сентября. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина дня. Мы следим за развитием событий. Новости вы сможете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.